Отборные яйца, два молока по цене одного. Ну вот я опять же говорю, да, тренд на, значит, полезную пищу, продукты, соответственно. Есть такой вегетарианский тренд, есть тренд, конечно, с мясом связанный, есть бистексы, всякие гамбургеры. Пожалуйста, на любой вкус. Все находят, наверное, какие-то здания вот сейчас. В процессе реставрации. Полным входом, полным входом. Такси все, кстати, почти, ну вот просто наблюдения, конечно, они покажутся очень простыми, но такси стали все желтого цвета, почти Яндекс, почти как, ну, то есть я имею в виду системного типа, все становится более минифицировано, как в больших городах. Так, вот он опять наш теремочек. Да. Вот и Макдональдс. Макдональдс сейчас интересная система. Вместе с заказыванием еды вы можете себе взять табличку специальную, которая находится вот в этих аппаратах, в которых можно заказывать. И, соответственно, это табличка с номером, вы просто садитесь, и вам приносят вашу еду вам за стол. Совершенно бесплатно. То есть, по сути, это уже ресторанного типа. Не во всех, конечно, Макдональдсах, в отдельно стоящих зданиях. Это что-то французское. Да, в этот раз французское. Отправляемся. Вот. Ну и, по сути, мы и дошли. Сейчас зайдем до конца улицы. И можете садиться в Китай-город. Который никак, конечно, с государством Китая никак не связан. Это, насколько я помню, в истории связано с таким забором, который раньше в историческом плане делался и назывался вот Сон Кита. Потому что Китай в то время назывался Чиной. Чина. Как, собственно, сейчас по-какиво английский. Чайна. Вот Китай-город. Что ж, на этом мы совершаем наше сегодняшнее путешествие. До скорых встреч. Мы обязательно встретимся на каких-нибудь более интересных тропинках. До скорых встреч. Пока.